всем привет продолжаем знакомиться с художниками интересными художниками я сам знакомлюсь мне самому это интересно вот попал в поле моего зрения эган шилли родился 12 июня 1890 года австрийский живописец график один из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма я цитирую википедию чё сам не сочиняю как говорится мать чешка родом из южной богемии чешский круг хороший городок сать отец венец служащий железной дороге умер от сифилиса в 1905 году юноша воспитывался в семье дядя леопольда чехачика поступил венскую школу искусств ремесел затем перешел в академии изобразительного искусства из 1907 года нашел наставника и покровителя виде густого клинта замечательного художника картинку которой я только не покажу мне очень нравится я был на выставке в вене очень интересная картина в 1908 году составилась первая выставка работ эгана шилли в городе клостернбурге под веной где я раньше учился в школе затем клинт клинт пригласил шилли участвовать в выставке художественной галереи вены где его работы разместились в окружении как работ самого клинта так и полотен ван гога это рамунка и других художников действительно работы конечно неоднозначные они могут нравиться не нравится но это тоже какой-то стиль я говорю лично от себя я не понимаю ничего в произведениях искусства я только показываю направление которые мне интересны точнее направления картины которые мне интересны картины этого художника меня заинтересовали своей необычностью хотя может они вызывают некое отторжение большинства людей в 1911 году подругой моделью шили стала вайли ноцель по разбежала от венской богемной жизни в чемске круглов затем городок но лишь бах где в 1912 году шили был арестован за обвинение в растлении несовершеннолетний но и вина не было доказано действительно есть интересный фильм о нем как раз об этом эпизоде жизни по якобы растлению малолетних по якобы рисование порнографических картинах действительно картины неоднозначные которые рисовал художник но как он сам говорил я не отрицаю что рисовал и писал акварели эротического содержания но это всегда были произведения искусства и вообще если хоть один художник который не делал эротические работы так писал он своем дневнике ну наиболее откровенные какие-то картины его я убрал из видеоряда хотя с другой стороны почему собственно говоря так вот когда было дело об обвинении его в растлении несовершеннолетний при обыске полиция обнаружила у него несколько несколько десятков откровенных рисунков которые были изъяты объявлены порнографическим за эти рисунки художника проговорили к кратковременному тюремному заключению одним из покровителей шили был австрийский коллекционер генрих бенеш отец будущего историка искусств отто бенеша как и уже сказал обвинение в растлении были сняты вина не было доказано в 1912 1916 годах шили широко и успешно участвовал различных выставках его работы демонстрировались в вене будапеште мюнхене праге гамбурге штутгарде цурихе хагенсе дрездене берлине риме кельне брусселе в париже в 1917 году он вернулся вину после смерти климта весной 18 года шили стал претендовать на роль крупнейшего художника австрии через три дня после смерти беременной жены эдит он умер во время эпидемии испанки унес жизнь миллионов людей в европе наследие художника входит около 300 картин несколько тысяч рисунков некоторые картины я пофотографировали в шорганде во дворце и вене тоже вам представлю в этом видеоряде после смерти шили его экспозиции проходили и продолжают проходить в крупнейших музеях мира а жизни шили написано роман и высокомерия джоанны скотт люиса кровца порнограф из вены кстати милен формы поет в одной из своих песенок я возвращаю твою любовь встану в контур рисунка моего единственного учителя эгана шили так она поет в одной из своей песни о эгане шили сняты художественные фильмы эган шили скандал матье карьеры джон биркин в ролях эган шили смерти дева в шестнадцатом году рауль руиз клинт да действительно там тоже о нем говорится я буквально вчера смотрел фильм достаточно тягучий конечно ну так в общем можно посмотреть как говорится по диагонали эгана шили играет николас кинский фильме в 2018 году в галерее т.л. ливерпуль открылась выставка жизнь движения эган шили франческо луднер сопряжен на почтовой марке в 1990 году эган шили остается весьма противоречивой фигурой в истории искусства из-за почти порнографических рисунков ну вот собственно говоря и все я собрал все то что нашел в интернете они часть конечно наиболее откровенных рисунков я убрал ну а другие вам показывать все всем пока всем привет надо сказать что конечно здесь сломанные линии рук ног лица маски и сушеные обнаженные тела это разговор скорее страданиях и зыбкости жизни нежная любви и чувственности даже в пейзажах шили на пустынных безлюдных улицах полях одиночество извиняющая тишина это особенности творчества художника ну наверное может быть что-то было за головой все творческие личности своеобразные мягко говоря он прожил всего 28 лет рисовал по-настоящему всего 10 вот собственно говоря и все посмотрите рисунки его картины все всем пока всем привет сегодня вместе с вами я немножко узнал о эгана шили австрийского художники живописцы графики одним из замечающих представителей австрийского экспрессионизма такие необычные работы все всем пока всем привет так чтобы быть в теве до свидания а